Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали историю о том, как Господь после шести дней возвел Петра и Якова на гору, высокую, и там преобразился перед ними. А откуда же отсчитываются эти шесть дней? После какого события? А события очень значительные. Именно шесть дней до того, как преобразиться, Господь спрашивал учеников, за кого признают меня люди. И тогда было исповедание того, что Господь есть Сын Божий. Вот в ответ на это исповедание Господь и дал возможность апостолам на горе Фаворской увидеть его преображённое. Тогда Он обещал им, что они не увидят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе. И Он через шесть дней явил им это Божье Царство. Он дал им возможность прикоснуться к иному миру бытию. Они в Нём увидели не просто Учителя, который учил их божественной мудрости, но увидели Сына Божьего, явившего Свою Божественную природу в этом дивном образе преображения. Конечно, это дано было ученикам для того, чтобы позже, когда наступит тяжёлое время, и когда перед ними предстанет терзаемый человеческий злобый Спаситель, они помнили об этом преображении. Они помнили о том, что явился Господь на горе Фавор в Своей славе и явил им частицу этого Божественного Царства, которому Он призывал людей через изменение их жизни, через следование Божественным заповедям. Вот это Царствие Божие, с которым встретились ученики Спасителя на горе Фавор, по мысли святителя Григория Паламы, есть то, что существует постоянно в нашем мире. Царствие Божие, по мысли Григория Паламы, хотя и он не употреблял тех слов, которые я сейчас употреблю и которые более понятны людям, есть параллельный мир. Царствие Божие существует всегда. Оно параллельно этой земной жизни, этим земным царствам. А значит, это Царствие совсем рядом с нами. И мы имеем возможность к этому Царствию быть причастными уже здесь на земле. Ведь совершенно не случайно, что Божественная Литургия начинается возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Но если бы не было этого Царства здесь и сейчас, как можно было бы говорить о том, что благословенно некое Царство, к которому мы только в будущем будем сопричастны. Божественная Литургия и вводит нас в это Божественное Царство. Через принятие тела и крови Спасителя мы причащаемся Его Божественному Естеству. Мы, конечно, причащаемся и Его Божественному Царству. Но, конечно, можно прожить всю жизнь и никогда этого Царства не почувствовать, даже не знать, что рядом с тобой Божественное Царство. А вот можно жизнь прожить так, что постоянно чувствовать Божественное присутствие, то есть присутствие иного мира в своей жизни. Нередко людям дается такой особый опыт переживания Божьего присутствия, то есть присутствие Божьего Царства. Иногда это происходит, когда человек проходит через тяжелейшие стрессы и близок к гибели, но потом милостью Божией обретает спасение. И вот эта неземная радость человека, который снова стал живым, как бы будучи почти что мертвым. Но бывает и так, что без особого чуда, связанного с течением нашей земной жизни, мы соприкасаемся с Царством Божественным. И когда достойно, раскаившись в своих грехах, приобщаемся к святых христовых тайн, то ведь прикасается Божественная благодать к нашему сердцу. Конечно, это есть отблеск Божественного Царства, но ведь это есть ничто иное, как сигнал из того самого Царства нам. Потому что тихая духовная радость, она не может иметь своим источником земную жизнь. Она имеет своим источником то Божественное Царство, которому мы прикасаемся, как бы по касательной проходим, потому что обремененные грехами и этой плотской физической жизнью не можем до определенного момента, когда душа наша будет свободна, и когда у нее будет возможность войти в это Царство, мы здесь в это Царство в полной мере войти не можем. Но прикосновение к Божественному Царству, которое отображается радостью, миром, любовью в сердце, которое помогает преодолевать нам препятствия, и возникающее на нашем жизненном пути, есть великий дар Божий. И потому, когда мы говорим о Божьем Царстве, мы говорим не только о будущем, хотя и о нем, но мы говорим о некоем параллельном мире, который рядом с нами, так рядом, что даже сами себе этого не представляют. И войти, прикоснуться к этому миру не так уж и трудно. Только нужно постараться все-таки жить по тому закону, который Господь нам открыл. И через молитву, через принятие Святых Христовых Таин. Пусть не на какое-то продолжительное время, потому что жизнь, врываясь в нашу духовную жизнь, мешает постоянно пребывать в этом Божьем Царстве, но мы тоже уподобляемся радости соприкоснуться с иным бытием. А вот люди святые, которые полностью себя отдают Господу, которые принимают на себя особые подвиги, которые как бы распинают свою физическую плоть, а вместе с этим и полностью как бы отрекаются от этого внешнего мира, они уже на земле пребывают в этом Царстве. Разве можно чем-то иным объяснить тысячедневный подвиг преподобного Серафима Саровского, его моление на камне? Разве мог он просто так стоять и молиться, если бы он не находился в тот момент в этом Божьем Царстве, не покидая своего физического тела, но Духом Своим он был там. А как можно объяснить невероятную силу мучеников? Никаким терпением невозможно объяснить те истязания, которым подвергались мученики. Когда читаешь об этих истязаниях, то даже не представляешь, как человек мог выжить после всего этого. Все эти колесования, четвертования, избиения, как человеческая плоть, как нервная система могла выдержать это, как человек с ума не сошел во время этих пыток, не сходил с ума, оставался и в добром разуме, и в силе духа, и веру не терял. А почему? А потому что через эту скорбь Господь давал возможность здесь, на земле, может быть, в самый страшный момент пыток прикоснуться к тому Божьему Своему Царству. И прикоснувшись к этой иной реальности, человек уже не мог отказаться ни от своих убеждений, ни принять посуды, издевателей и мучителей. Он спокойно принимал смерть и проходил через страшные мучения, потому что уже соприкоснулся с Божественным Небесным Царством. Является ли это вот соприкосновение с Царствием Небесным, с Божьим Царством здесь, на земле, уделом только духовно выдающихся людей или мучеников? Совсем нет. Потому что если бы это было так, то это означало бы, что Господь закрыл самую возможность соприкоснуться со Своим Небесным Царством абсолютному большинству людей. Но это не так. Потому что каждый человек потенциально имеет эту возможность. Только нужно сконцентрироваться именно на стремлении, на желании быть с Богом. Нужно, чтобы молитва была не механическим обрядом, которому нас научили, может быть, родители или какие-то добрые люди, но которые мы часто совершаем, ну, практически как некий обряд, почти что машинальный. Если молитва становится живым разговором человека с Богом, если она вводит человека в общение с Богом, то открывается хотя бы на мгновение такому человеку изорница Божественного Царства. Сегодняшний день многому нас учит. Преобразившийся Господь явил ученикам Своим Свою Божественную природу. Он укрепил их вере для того, чтобы в момент страданий, испытаний, искушений, которые им предстояли, они остались Ему верными. А ведь так и произошло. Разве могли те, кто видел преображенного Спасителя, изменить ему в моменты страданий и пыток? А какими страшными страданиями были умершлены, особенно апостол Петр, да и Павел через отсечение головы. Хотя Павел и не был там, на горе Павор, но он был с теми самовидцами Спасителя, и сам был самовидцем, встретившись с воскресшим Спасителем по пути в Дамаск. Вот этот живой опыт соприкосновения апостолов с Господом и Спасителем, с Его Божественным Царством, и давал им силы совершать великие подвиги, преодолевать трудности, пытки и стязания и с силой духовной, будучи абсолютно не сломленными, принимать о самою смерть. Сегодня никто от нас не требует того, что требовали языческие правители от апостолов. Но сам мир сегодня таким образом воздействует на наше сознание, на нашу психику, что Он предлагает нам почти что принудительно идти по иному пути, очень далекому от пути к Божьему Царству. Он предлагает нам множество искушений, вот эту потребительскую философию жизни, наслаждение, гедонизм и целую систему ценностей, которые поставляют именно человека в центр жизни и требуют обеспечить этот центр всем необходимым и даже больше, чем необходимо, забывая о Боге и уводя человека о мысли о Боге. и о том, что в центре бытия Сам Господь. И если так мы строим свою жизнь, тогда да и Царствие Божие будет в центре нашей жизни. Пусть сегодняшний день укрепит нас в вере, в благочестии, в твердости, идти по тому пути, который мы, как христиане, избрали. Мы будем молиться за себя и друг за друга, будем молиться за народ наш, за отечество наше, чтобы как можно больше людей поверили в то, что есть реальный путь в Божье Царство, который начинается здесь, на земле, и который дает человеку то, что может дать только Бог, полноту бытия. Ту самую полноту бытия, которую мы на простом человеческом языке называем счастьем. Да поможет нам Господь именно так, а не иначе, идти по нашему жизненному пути, устремляясь к Его Божественному Небесному Царству. Аминь. С праздником поздравляю вас.